Главное, пожарная тревога, сработанная охрана, пожарная сигнализация. Сирма, уходящаяся из зданий, срочно покинет свое помещение через запасные и аварийные спасательные музыканты. Сотрудники спасательного ведомства проверяют уровень громкости звукового оповещения в 11-й гимназии Тулы. Такая работа проводится на каждом этаже. Сигнал тревоги должен быть слышен во всех кабинетах. Специалисты создают задымление, используя комплект для проверки дымовых пожарных вещателей. Здесь в колбе находится залончик с имитатором дыма. То есть, когда мы подносим эту колбу к дымовому пожарному извещателю, в дымоприемную камеру датчик попадает вот этот вот спрей, что создает имитацию задымления. И мы тем самым проверяем работоспособность датчика. При срабатывании сигнализации автоматически к месту расположения учреждения высылается пожарный расчет. В то же время информация о возгорании поступает на пост охраны, где установлено сразу два приемно-контрольных прибора. Там же имеется памятка, которая поможет сотруднику школы быстро определить место возникновения ЧП. То есть, если сработал первый шлейф, то есть, соответственно, здесь расписание идет в коридор кабинета номер 6-7-8. То есть, подчеловека охрана с охраны должен будет проверить данное помещение на предмет возгорания. Еще один объект, на который специалисты обращают особое внимание во время проведения приемки учреждений – пожарные шкафы. Они должны быть полностью укомплектованы и готовы к работе. Рукав присоединен непосредственно к стояку пожарного крана, ствол присоединен к рукаву. Смотка двойная, все правильно. Не только лишь безопасность. Во время приемки представители профсоюзов, администрации, общественности оценивают качество сделанного ремонта и уровень технического оснащения школы. Те, кто уже проверял гимназию в прошлом году, видят положительные изменения. Я как не пожарник, не полицейский замечаю в основном те изменения, которые касаются внешнего вида ремонтных работ. Вспоминаю и вижу замечательные коридоры, рекреации. Первый класс, вы обратили внимание, с цветными партами. Очень интересно, в прошлом году такого не было. Первому сентября такие проверки должны пройти во всех образовательных учреждениях региона. По данным сотрудников МЧС, большая часть работы уже выполнена. Из 842 объектов, заявленных приемочной кампании, в настоящее время принято 599 объектов. Данная работа проходит на плановой основе. Все нарушения, которые выявляются при приемке образовательных учреждений к новому учебному году, устраняются незамедлительно. Пока серьезных нарушений выявлено не было. Но если таковые появятся, то в крайнем случае до начала учебного года их необходимо исправить. Планируется, что основной этап приемочной кампании будет завершен 15 августа. Илья Логинов, Андрей Ремезов, Новости Тулы. Продолжение следует...